Минувшая неделя в Славянском районе была насыщена интересными событиями, спортивные соревнования, культурные мероприятия и многое другое в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Мероприятия, посвященные празднованию 69-го годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершились. Однако работа по увековечиванию памяти погибших на фронте в Славянском районе продолжается. На днях в администрации прошло заседание Оргкомитета по подготовке и проведению ритуала захоронения неизвестных солдат времен Великой Отечественной войны. На рабочем совещании обсудили, каким образом будет проходить процедура перезахоронения останков бойцов на гражданском кладбище Хутора Коржевского. Планируется, что в рамках мероприятия пройдет торжественный митинг, отпевание, возложение цветов и салют. Почти 2000 музеев не спят только один раз в год, открывая свои двери для всех желающих. С 17 мая в Славянском районе, как и во всей стране, прошла международная акция «Ночь музеев». Открыли ее глава города Александр Коновалов и директор музея Юлия Вишнякова. Концертная программа с выступлением творческих коллективов, раритетная выставка музейных экспонатов, конная прогулка по ночному городу. Это и многое другое ожидало участников акции, которые пришли в этот вечер в Славянский историко-кроеведческий музей. Каждый желающий мог написать о своих мечтах на будущее и опустить заветный листочек в банку желаний, которую откроют лишь в следующем году, на очередной музейной ночи. На минувшей неделе в 15-м детском саду «Золотой ключик» прошел финал спартакиады весна 2014 среди команд дошкольных образовательных учреждений. Торжественное открытие, парад участников, ритмическая разминка, спортивные состязания – все, как на настоящей спартакиаде. По итогам соревнований победителями стали детсады номер 10, 15 и 17. Праздник завершился салютом из воздушных шаров и выпуском в небо белых голубей, символизирующих дружбу и будущие олимпийские победы. 22 мая в спорткомплексе «Лидер» прошло торжественное открытие краевого турнира по настольному теннису, посвященному памяти Аркадия Ивановича Проценко. Такие соревнования проводятся ежегодно и каждый раз собирают лучших теннисистов со всей Кубани. Одна из особенностей турнира в том, что в нем могут принять участие как юные спортсмены, так и ветераны этого вида спорта. Соревнования будут длиться до 25 мая. На минувших выходных в краевой столице прошло открытое первенство и чемпионат по карате «Киаку Синкай», в котором приняли участие славянские спортсмены. Делегация из нашего района была самой многочисленной. Его представляли 50 юных каратистов. За звание лучших в крае в этом виде боевого искусства боролись спортсмены из многих муниципалитетов. В итоге первое командное место занял славянский район, в копилке которого самое большое количество медалей – 25. На втором месте каратисты из Краснодара. Бронза у спортсменов из Анапы. Редактор субтитров А.Семкин